Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я расскажу, как решить одну техническую проблему, а именно, как сделать видео, на которое YouTube не дал вам монетизации, по какой-либо причине. Причина моя заключается в том, что здесь у меня использован звуковой трек из библиотеки YouTube, так как я видео ремонтировала в видеоредакторе YouTube. Как это делается, смотрите в отдельном видео, ссылку на которое вы видите сейчас, либо в аннотации, либо в интерактивной подсказке, либо внизу в описании под видео. Так вот, видимо, по моему недосмотрению я включила звуковой трек, на который есть правообладатель. И да, мое видео монетизируется, но не в мою пользу. Наверное, так. Я что-то не поняла. Когда я монтировала видео, я совершенно не заметила такого значка, который говорил бы о том, что данный трек принадлежит кому-то. Ну, ладно, будем решать эту проблему таким образом. Что можно сделать? Можно вернуться назад в редактор видео. Я покажу вам, как это делается. А можно скачать это видео себе на свое устройство. Ну, в данном случае ноутбук, персональный компьютер. Выбрать в этом меню, в открывшемся меню, строку. Так, скачав это видео, вы его уже на своем видеоредакторе, который у вас есть, отрегулируете. Я буду это делать, например, в Камтазия Студио. Есть у меня вот такой видеоредактор, где можно очень хорошо работать со звуком. Очень удобно. Я просто заглушу те звуковые дорожки и поставлю свою музыку, на которую нет ничьих прав. Сцензия Royalty Free, либо Common Creative. Либо можно пойти таким путем. Откроем это видео в видеоредакторе. Вернее, не так. Перейдем в видеоредактор. Вот еще один из способов перейти в видеоредактор. Нажимаем «Улучшить видео», затем в открывшейся странице нажимаем кнопочку «Открыть видеоредактор YouTube». Теперь здесь выбираем над экраном. Нажимаем вот эту кнопочку, где наши проекты. И опубликованный проект можно изменить. Нажимаем кнопочку «Изменить». Затем находим те фрагменты, где использована музыка. Вот в этом фрагменте использована музыка. Здесь можно просто отключить звук. В следующем музыкальном фрагменте также отключаем звук. Последний кадр у меня – это слайд-шоу. Смонтированный также в видеоредакторе. Музыкальный трек здесь также был, кажется, монетизируемый. То есть на него не было прав. Но, видимо, из-за того, что я использовала слайд-шоу, смонтированный в видеоредакторе. Вот на слайд-шоу, кажется, YouTube заявляет собственные права. И поэтому не дает вам монетизации. То есть монетизация есть, но она не в вашу пользу. Поэтому здесь изменение этого проекта, наверное, не поможет. Я не помню этот музыкальный фрагмент, который здесь использовала. Я выбирала его таким образом. Зашла в библиотеку. Вбила сюда. «Happy birthday». Задала поиск. И здесь просто выбрала музыкальный фрагмент, который подходил по хронометражу. Вот 0.31. Нет, это не он, по-моему. Сейчас прослушаем. Так, вот он, значок, который указывает на то, что если вы используете эту композицию, то в видео может показываться реклама. А я на это не обратила внимания. Вот, обратите внимание, вот этот значок, я не могу разглядеть, с чем он должен ассоциироваться. Мне он кажется похожим на карандашик, но, возможно, это что-то другое. Вот почему мое видео не монетизируется. Значит так, у нас не подходит, нам не подходит полностью. Значит, моя догадка о том, что из-за слайд-шоу не монетизируется видео, неверная. Значит, нужно полностью отключить музыку и озвучить ее на своем редакторе, который у меня есть на моем ПК. Вот таким образом. Если это видео вам было полезным, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мое видео за моим плейлистом онлайн-уроки. Не забудьте посмотреть, как я редактирую видео на своем ПК, в своем видеоредакторе, ну, например, Camtasia Studio. Всем удачи, успехов и пока!